Упражнение на теорию Мильсона. Первое из них вот какое. 1199, легко проверить, простое число. Спрашивают, если умножаем 97 факториал на 1901 факториал, какой будет остаток от деления на 1999? Аналогичный вопрос. 98 факториал умножаем на 1900 факториал и прибавляем единицу. Докажите, что результат разделится на 1999. Ну, это совсем просто. Сейчас все посчитаем. А вот на правой доске штука поинтереснее. Во-первых, это называется поэдическая запись числа n. У нас потом будет кольцо пианических чисел, поле пианических чисел. На самом деле, это все очень просто. Пользоваться не десятичной системой исчисления, а системой исчисления по любому основанию, лишь бы оно было больше единицы. Вот пусть p простое число. Это важно. Представьте себе, что число пианическое и в системе по основанию пианическое число так записано. Ашки – это цифры. То есть, больше или равно нуля, и меньше пианическое. Оказывается, есть очень простая формула для количества чисел p в разложении n-функтриалов на простые множители. Нужно взять сумму цифр, вычесть из числа n, разделить то, что получится на 1-1. Вот это и есть степень p. И более того, когда разделим, получаем в пределении на p вот такой вот остаток. Между прочим, не нулевой, потому что все эти факториалы на p не делятся, а ашки – меньше, чем p. Давайте это будем доказывать. Ну, сначала вот это совсем просто. Господа, мы примерно это уже делаем. Давайте выпишем, хотите вот эти числа 1, 2, 3 и так далее, 97. Выпишем вот эти все числа и заменим каждое из них на минус это число. Минус 1, минус 2. Нам предположено, минус 1, минус 7. Что в таком случае произошло? Ну как, минус 1, 97 степень – это минус 1. Фактически у нас в выражении придется минус. Да? Хорошо. А дальше мы будем менять остаток от деления на 1999. Просто в каждом из этих скобок напишем 1199. От этого остаток не изменился. 1199 – минус 1. 1199 – минус 2. И так далее, и так далее. 1199 – минус 97. Ну что это такое, по сути? 1198 – 1797. 1902. Вместе вот с этим факториалом мы получили просто... В теории Лисона, где-то минус 1, по-моему, 1199. Значит, получается минус, то есть, ну, что-то, минус, минус 1. А минус минус 1, то давайте... Отлично. Давайте подумаем, а здесь что будет. Ну, то же самое, только будет не минус 97, а минус 98. А значит, знак в первый раз не поменялся. И здесь то же самое запишется, сколько... Вот. А приходим мы опять к факториалу. Значит, получается плюс минус 1. Ну, все хорошо. То есть, сравнимо с минус 1, но вот здесь что-то минус 9. То есть, действительно, мы доказали этот фактор. Хорошо. Хорошо. Право это настолько, конечно, тяжелее. Конечно, тяжелее. Будем доказывать это индукцией паука. Представим по себе, что А 0. То есть, n просто-напросто А 0. Ну, в таком случае, n факториал это А 0 и факториал. В таком случае, s это А 0. Ну, собственно, все хорошо. n-s это 0. 0 разделить на по минус 1 это 0. Первая половина единица. Здесь у нас минус 1 в нулевой тоже единица. Все получилось. Так что, для чисел 0, 1 и так далее по минус 1 у нас все доказано. А теперь, смотрите, что нужно сделать. Пусть для числа К минус 1 мы их все знаем. И посмотрим, как перейти от К минус 1 к числу К. Это очень легко. Словен. Представьте, как вы увидите. А нулевое плюс П умножить на М. Где М, это прекрасно понимаете. Это А первое плюс А второе П. А КТ П в степени К минус 1. И посмотрим, как выглядит число n-факториала. Посмотрите, n-факториала. Во-первых, надо написать все числа от единицы до а нулевого. А после этого пойдут 5 группы по П чисел в каждом. И этих самых групп будет в точности М штука. Боюсь, что это не очень понятно. Давайте я для конкретного числа пишу. Не знаю, в какое число лучше взять. Давайте скажем, возьмем П равно 5, а n равно, ну, скажем, 17. Поехали. В таком случае у нас есть 2 плюс 3 умножить на 5. И n-факториала, это вот что такое. Это 1 умножить на 2. А дальше смотрите. 3, 4, 5, 6, 7. Это одна группа. Следующая группа. 8, 9, 10, 11, 12. И следующая группа. 13, 14, 15, 16, 17. Вот это те самые обещанные. Здесь у нас m равняется 3. Обещанные 3 группы. Почему? Это интересно с точки зрения делимости на 5. А вот почему. В каждой такой штуке ровно одно число делится на 5. Ну и, соответственно, здесь, когда берем П подряд предыдущих чисел, разумеется, ровно одно из них делится на П. А нас как раз интересует вынести все числа П, сколько можно. Да? Значит, смотрите. Смотрите. Вот здесь вот есть какое-то там число, делящееся на П. Какое-то число, делящееся на П. Какое-то число, делящееся на П. А остальные на П не делятся. Причем, это в точности полный набор остатков. Поэтому, когда вы перемножите, и вот эти вот П-шки давайте отдельно вынесем, вот эти числа, которые делятся на П, как мы делим, в стороночек напишем, то произойдет следующее. Вот отсюда мы получим минус единицу. По теории Писна. Давайте еще раз посмотрим, откуда у нас что отбегает. Вот здесь написано минус один в степени Н-С делить на П-1. Сейчас мы поймем, почему действительно все так хорошо. Вот. Но минус единица здесь есть в какой-то степени, да? Я сейчас объясняю, откуда она берется. Берется она в результате применения, ну так, А0 факториала здесь. Это в точности вот этот вот А0 факториал. Это замечательно. Про минус единицу сейчас поговорим. Надо разбираться, сколько их штук, этих самых минус единиц. А понятно, сколько каждая такая вот... Каждый набор из по минус один чисел, кроме делающихся на П, даст минус единицу. Поэтому здесь минус единиц М штук, да? Вот, хорошо. Хорошо. Минус единиц здесь М штук. Смотрите. Н факториал. Это... А нулевое факториал. Это понятно. Дальше. Сколько, вот, делящихся на П? М штук. Значит, надо написать, да, П в степени М. Отлично. Но здесь, если просто... Будет нас П умножить на один, П умножить на два и так далее, П умножить на им. Поэтому надо еще написать М векториал. Это дадут вот такие числа. Отлично. Отлично. Это дадут такие числа. И еще с точностью до кратных числа П будут эти минус единицы. Давайте я, например, так напишу. Это будет минус единица в степени М плюс какое-то число, делящееся на П. Давайте вот так напишем. Пх, где х какое-то целое число. Так, поскольку доказательство прямо совсем скоро закончится, важно, чтобы вы посмотрели на него и поняли, откуда что пришло. Понятно или нет? Число n расписано в системе числения с основанием П. Так. Нас интересует n фактериал. n фактериал я расписываю следующим образом. Сначала первое а нулевое чисел. Это а нулевой фактериал. Понятно или нет? Потом пошли по П чисел подряд. Поскольку нас очень интересует именно П, то отдельно расписываем делящиеся на П. Это будет Пх степени М умножить на М фактериала в точности. И отдельно, вот эти вот не делящиеся, каждый раз применяем теорему Виллисона, каждый раз получаем минус единицу, ну, с точностью до кратного числа. Все. Надо понять, как строится фактериал. Фактериал – это произведение всех чисел от одного до n. Да. Какое число будет после а нулевое? А нулевое плюс один. Выписаны подряд неправильные числа от одного до n. Между ними стоят знаки умножения. А нулевое плюс один написано вот здесь. После этого а нулевое плюс два и так далее. Здесь а нулевое плюс П минус с. Здесь а нулевое плюс П. А вот здесь вот а нулевое плюс П плюс с. Здесь а нулевое плюс два. Ну и так далее. в конце а нулевой плюс mv. Так было бы понятнее, да. Отлично. Так вот, теперь все, что осталось, это вот в эту формулу подставить, собственно говоря, для числа n. Потому что мы делаем индукцию по k, значит, мы считаем, что для числа k все есть. Отлично. Отлично. Давайте подставлять чуть-чуть, но думаю, мы справимся. Итак, поехали. Чему это равно? n ф! Это есть а нулевой ф! умножить на b в степени m. умножить так. Вместо m ф! я беру вот это. То есть, минус единицу в степени m минус, здесь начиная с а1, потому что у числа m цифры у нас с а1. Вот делить м по минус 1, да. Дальше вот эти вот а1 факториал, а2 факториал и так далее, ак факториал. Дальше надо не забыть. p в степени m минус а1 минус а2 минус акаде делить на p минус а1, да. Вот это я так длинно переписал выражение для m факториалов. Ну, единственное, там стояло сравнение по модулю p, поэтому все-таки совсем правильно будет, если я здесь напишу какой-то там p, да. Потому что у нас все-таки было не равенство, а сравнение. Чтобы было здесь равенство, надо еще написать сюда плюс, сколько, тогда будет правильно. Вот. Ну, хорошо. Значит, я написал m факториалов. Теперь надо еще написать минус 1 в степени m и плюс bx. Отлично. Теперь смотрим, что есть что. Ну, факториалы великолепно стыкуются. Получили в точность а0 факториала, а1 факториала, ак факториала. Замечательно. Теперь нужно посмотреть, что у нас происходит с степенью минус 1 в какой степени и p в какой степени. На самом деле такое тоже. Потому что вот здесь вот написано p в степени m и p в такой степени. А здесь написано минус 1 в степени m и минус 1 в то же самое, да. Поэтому на самом деле нам нужно проверить только такое равенство. Что вот когда из n читаешь все цифры, поэтической записи числа m и делишь на p минус 1, то получаешь сумму числа m и вот этого числа. Так давайте напишем. Какое равенство надо проверить. Из n читаем а нулевое, а первое и так далее, ак д делим на p минус 1. Нужно проверить, что это то же самое, что m плюс m минус а первое, а второе и так далее, ак д делить на p минус 1. Ну вообще-то это очевидное. Смотрите, вот эти вот ашки, а один и так далее, а д делить здесь и здесь есть, поэтому их можно вообще не учитывать. После того, как мы их убрали, здесь можно привести к общему знаменателю, и в числителе будет просто mp, да. Потому что m умножить на поменьше n плюс n, это как раз mp. А здесь когда из n читаешь а нулевое, то как раз и получаешь mp. Все понимают? n минус а нулевое, это mp. Все доказали. Таким образом, теорема Мильсона позволяет не просто узнать, в какой степени число p входит в размножение n фа на простые множители, но и даже точнее. То есть, когда мы вынесем все p, максимально вынесем простое число p, оказывается, по модулю p получается вот такой остаток. Смотрели? Поскольку не все любят вот такую запись, давайте расскажу, как чуть-чуть по-другому это выражение объясняется. Вот это число очень легко получить последовательно деля n на p. Давайте сначала, предположим, что вообще здесь ничего не рассказывал, просто поймем, почему n фа делится на p в такой степени и не делится на p в большей степени. Это очень легко объяснить. Смотрите, ну обычно это рассказывают так, скажем, если у нас число n равное сотне, p равное 2, тогда числа бывают четные, 2, 4, 6, 8, 10 и так далее, 100. Но, хотя их 50 штук, по одной двойке из карты, когда мы возьмем, но еще возьмем не все двойки. Есть еще числа, делящиеся на 4. Это 4, 8, 12 и так далее, то же самое число. Из них надо тоже взять по двойке. Но, когда мы их возьмем, то остаются еще те, которые делились на 8. 8, 16 и так далее. Вот. Ну вот и получается. Чисел, делящихся на p, вот ровно столько от эдмиции до n. Чисел, делящихся на p в квадрат, которые надо было посчитать первый раз, но на самом деле надо еще раз считать. Их вот столько. Чисел, делящихся на p в квадрат, сколько. Понятно, что здесь можно, если угодно, написать многоточие, но с какого-то момента у нас степень числа p окажется больше, чем n, и соответствующая целая часть будет просто равна 0. Такой вот способ, просто чисто комбинаторно понять, почему именно в такой степени p входит в запись числа n, предложение для числа n на простые нольки. Другой способ такой. Господа, мы можем просто-напросто выписать в явном виде число n, там по цифрам у нас было написано, разделить на p-1 и все убить. Поехали. Что будет, когда мы это разделим на p-1, не забыв предварительно вычесть а нулевое, а первое, а акад. Это очень просто. А нулевое просто исчезнет. А первое пойдет с таким коэффициентом p-1 делить на p-1. А второе с коэффициентом p квадрат минус 1 делить на p-1. И так далее. А акад с коэффициентом p-1 делить на p-1. А теперь смотрите, что будет в правой части. Когда вы делите число n на p, то а нулевое просто исчезает, а нулевое делить на p-1. И вы получаете, что это есть а первое плюс а второе, p и так далее, плюс ак-1, p-1. Когда вы делите n на p квадрат, у вас получается вот так. Ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. И если вы вспомните школьную формулу, что p в кадре минус 1 делить на p-1, это есть p в кадре минус 1 плюс p в кадре минус 2 плюс так далее, плюс так далее, плюс 1, то как раз и получается. Как раз и получается, скажем, а первое у нас с коэффициентом 1, а второе с коэффициентом p плюс 1, а третье с коэффициентом p квадрата. Все? Все. Разобрали. Разобрали. И давайте все-таки еще критерий Мильсона 2 слова. Является ли критерий Мильсона достаточным условием для того, чтобы число было простое? Значит, мы сами уже поняли, что p-1 в кадре сравнимо с минус единицей по модулю p для любого простого числа p. Ну, давайте посмотрим. А наоборот, пусть у нас есть неправильное число p. И предположим, что такое сравнение верное. В таком случае обязательно простое? Ну, строго говоря, нет. Потому что если вы возьмете в качестве p единицей, то тогда здесь будет 0 с материалом, то есть 1. А в правой части будет минус 1. А по модулю 1 любые два числа сравнимы. Вот. Поэтому такая вот неприятность есть. Единица число непростое, но сравнение все равно есть. Хорошо. А вот давайте дальше посмотрим. Давайте посмотрим дальше. Скажем, если в качестве p взять какое-то составное число. Это число, которое больше единицы и при этом непростое. Число представимое в виде произведения меньших натуральных чисел. Представьте себе, p это есть какое-то а умноженное на b, при этом числа а и b больше единицы и меньше чем 2. Может ли в таком случае вот такое вот сравнение выполняться? Вообще-то нет. Почему? Потому что множество а меньше p, а значит оно здесь есть. Вот это делится на а. И p делится на а. Но при этом минус единица на а не делится. Значит, вот если забыть проще латино, критерий Крисона дает критерии. Это действительно критерий. Берете простое число p, перемножаете все числа от единицы до p минус единицы, делите с остатком на p. Если получается p минус 1, замечательно. Значит, простое. Почему этот критерий является только вот таким теоретическим, всего лишь задачкой, а для вычислений его использовать неразумно? Ну, потому что перемножать числа от единицы до p, это непростая работа. Конечно, можно не просто перемножать, а каждый раз брать остаток от деления на p, чтобы все-таки не накапливались слишком минусные числа. Но все равно получается p-раз. Понимаете, у компьютерщиков есть такое правило оценивать объем работы длиной входа. Если у вас число p, скажем, двадцатизначное, то это всего лишь 20 цифр, да? А проверять вам по критерию Крисона придется p-1! То есть, если в десятичной системе 20 цифр, вам придется примерно 10 в 20 степени операции делать, что ни на каком компьютере сделать совершенно невозможно. Поэтому для действительной проверки простоты, когда число p становится большим, этот критерий абсолютно, к сожалению, невозможно исполнить. Просто количество операций безумно большое, и у вас компьютер никогда это не сделает. Еще одно упражнение. Представьте себе, что число n составное, n больше, чем 4, оказывается, в таком случае n минус 1 факториал делится на n. То есть, если бы простое число было, то n минус 1 факториал плюс 1 делилось бы на n. А вот здесь никакого плюс 1 нет, а просто делится. И дальше соображаем множитель а в числе n минус 1 факториал есть. Множитель а есть. Множитель b тоже есть. Замечательно. А это и есть произведение n. Правда, вы мне скажете, что когда число делится на а и делится на b, оно вовсе не обязательно делится на их произведение. Случайно могла быть такая неприятность. Представьте себе, что а равно b. В принципе, такое могло быть, скажем, n равно 25. 5 умножить на 5. Тогда я здесь говорю, что множитель 5 есть, а потом говорю, что множитель 5 есть. Вот. А не надо. А давайте сделаем так. Давайте вот в этом неприятном случае скажем, что у нас есть множитель а, а еще у нас есть множитель 2а. Ведь в каком случае у нас проблема? В случае, если число n имеет вид а умножить на а, и по-другому число n записать нельзя. То есть это составное число, которое фактически это квадрат простого числа. Замечательно. Поскольку n больше 4, то 2а меньше, чем n. Потому что у нас а – это нечетное простое число. Значит, такие два множителя есть, поэтому делится. Спасибо. Спасибо.